Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 6 февраля. Ксения Полузимница. День назван в честь Ксении Милаской, Евсевии. Она была дочерью знатного человека, Но когда выросла, добровольно покинула отчий дом для того, чтобы служить Христу. Она стала монахиней, строго придерживалась правил духовной жизни, И Господь дал ей способность утешать страдающих, Разочаровавшихся в жизни людей. Еще она построила женский монастырь и всю свою жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах. Как мы с вами видим, сейчас много дней календаря имеют приставку полу, хлебник, зимник, корм. И это неудивительно, сейчас переломное время, Как в сезоне года зима, так и в запасах продовольствия. Именно по этой причине они и получили такие названия. И этот день имеет несколько названий. Аксинья полузимница, полухлебница и даже Аксинья весноуказательница. Однако крестьяне говорили, полузимница хоть и пополам, да неровно делит зиму. К весне мужику будет тяжелее. Крестьян интересовало, какая погода будет дальше, Но больше всего интересовало, сколько будет стоить хлеб. В это время закупали зерно, пока оно не поднялось в цене. С этого дня начинались наиболее тяжелые дни, Потому что даже самые большие запасы начинали заканчиваться. А до зимы, то есть первого хлеба, еще было очень далеко. Приметы. Какая погода стоит на Аксинью, такой будет весна. Если была безветренная погода на Аксинью, Вторая половина июля будет теплой и сухой. В юго на Аксинью будет дефицит корма для скота. Если хлеб сегодня подешевел, год будет урожайным. Вьюга и метель сегодня к неурожаю и пасмурной весне. Если сегодня редкие высокие облака, скоро будет тепло. Нельзя ставить сегодня квас, будет неурожайный год. Сегодня запрещалось завязывать какие-либо узлы. Это к смерти. Перестилать постель, можно заболеть. Стричь ногти на ногах, могут быть судороги. Не стоит и рассказывать свои сны. Кто сегодня сядет первым ужинать, тот вскоре умрет. Сегодня старались не ужинать после захода солнца. В некоторых семьях первыми ужинать садились старики, чтобы дети и внуки не умерли раньше. Еще Мечников утверждал, что кисломолочное продляет жизнь. И мы его потребляем как раз кисломолочное для того, чтобы чувствовать себя великолепно. Ну, о меде, я думаю, уже тут все это сказано. И что я еще хочу сказать. Я знаю одного мужчину, у которого 50 лет началось отслаивание сетчатки, и он начал слепить. Болезнь прогрессировала, и он должен был ослепить. Ну, ему подсказали. А вот, говорят, проросший общенец помогает с этой проблемой справиться. И он начал регулярно по две столовые ложечки всегда каждый день. Сейчас ему 70 лет, даже уже больше 70 лет. Болезнь не прогрессирует. Как была, так и осталась. На том же самом уровне. Зренью не потерял. Зато стул регулярный, потенция великолепная, жизненных сил море. Таким образом, используйте наши целебные завтраки, смотрите нашу целебную кулинарию, и вы будете всегда сильны, здоровы и прекрасны. Доброго вам здоровья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok